Любоваться звездным небом и подсвеченными деревьями в Соборный парк приходит с начала осени. Благодаря новому освещению гулять здесь приятно не только днем, но и вечером. В настоящее время ремонтные работы продолжаются. Подрядчики меняют бордюрный камень. Для его ровной установки по периметру ямы поставили штыри из тонкой арматуры, которые соединили между собой тросами. Работы ведутся на центральной аллее, чтобы попасть на детскую площадку. Жителям придется пройти через опасный участок. Дети гуляют, они бегут, могут напороться, пораниться. Малыши могут изопнуться, сейчас тем более листва не видно. Взрослый это человек, много же пожилых еще гуляет, людей, они тоже могут это не заметить. Действительно тяжело смотреть в такой ситуации. Вот они бегают, раз, да, набежал, не дай бог, что случится. Так что я думаю, это вопрос, как надо решать. Рядом с детской площадкой арматуры обтянуты яркой лентой. Это сигнал родителям, здесь зона повышенной опасности. Почему подобным образом нельзя оградить растяжки под бордюрный камень, для них остается загадкой. Ведь вариантов, как обезопасить местность, можно придумать очень много. Может какие-то знаки поставить, да? Может какие-то, не знаю, там, ставят, как на дорогах, или какие-то даже, как дорожные знаки. Ну какие-то, может быть, хотя бы ленты повесить, чтобы было видно, что... Ну так, так же. Чтобы дети знали, что опасности, родители тоже видели, что это не просто голые железки торчат там, а что это помечено, что будьте внимательны, аккуратны. Может какие-то светоотражающей пленкой все это дело обозначать. То есть всегда найдутся какие-то либо способы. Вот деревья же нашли способ, как подсветить, так и штыри можно подсветить. Пока же родители и гостей города просят проявлять бдительность, чтобы прогулка принесла только положительные эмоции. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».